Добрый день! Сегодня 12 мая 2024 года. Вы послушаете выпуск новостей на легком иврите. Это будет язык пятого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, потом его переведу. Бетогובа, החברות הודיעו שמפסיקות לממן את הארגון, ואחרי זה הארגון התנצל על הדрישה. Малмо. ישראל זכתה במקום החמישי באירוויזיון. ישראל זכתה ל-12 נקודות, מעצופים בשוודיה, פורטוגל, אולנד, איטליה, בריטניה, פינלנד, שוויץ, גרמניה, צרפת ועוד. ТЕЛЕМ. КАТАВТЕЙНУ МИНИЙ МЭДАВАХАТ, שБКАДУРА АРЕЦ, АЙТА СЕАРА МАГНЕТИТ ХАЗАКА. БААРЕЦ, ЛОРАИНУ, ЭТА ЗОАР АТСФОНИИ, АВАЛЬШАМАНУ, ЭТА ШИР, УРИКАН, ШЕЛЬ ЭДЕН ГОЛАН. И теперь переведем. ШАЛОМАТЕМ ШОМИМ ХАДАШОТ, БАРАДИО КОЛЕЙЗИМ. Здравствуйте, вы слушаете новости по радио ГОЛОСКОЗ. КОПЕНГАГЕН, КОПЕНГАГЕН, СТОЛИЦА ДАНИИ. А ИРГУН, КОПЕНГАГЕН ПРАЙД, ДАРАШМЕАХАВЫРОТ, ШЕММЕМАМНОТОТО, ЛЯХРИМ ЭТЬ ИСРАИЛЬ. Организация КОПЕНГАГЕН ПРАЙД, это ее название, потребовала от компаний, которые финансируют ее, бойкотировать Израиль. Обратим внимание, что в русском языке организация, в еврейте ИРГУН, СЛОВО МУЖСКОГО РОДА. Поэтому здесь дословно его, которые финансируют его. Слово МЕМАМЕН финансирует, неопределенная форма ЛЕМАМЕН. И финансирование, спонсирование МИМУН. Обратим внимание также, что слово ХЕВРА, ХЕВРА это компания в разных значениях. Это может быть финансовая компания или как общество ХЕВРА. Во множественном числе в нормативном еврейте ХАВАРОТ КОМПАНИИИ. Я объясню, что организация КОПЕНГАГЕН ПРАЙД, это организация, которая поддерживает гомосексуальное сообщество. Скажем так, организовывает гей-парады. Есть крупные компании, которые финансируют эту структуру. И сейчас вдруг потребовала эта организация от этих же компаний, от своих спонсоров, осудить Израиль, занять четкую позицию по отношению к Израилю, естественно, отрицательную. И в ответ на это, компании, которые финансировали эту структуру, сказали, не вы будете ставить нам условия, мы не принимаем никакие ультиматумы, мы передаем финансирование. После этого, сейчас посчитаем, что будет. В ответ, как говорит ГУВА, это реакция, эти компании сообщили, что прекращают финансировать данную организацию, эту организацию. И после этого, данная организация извинилась за свое требование. И обратим внимание, что если слово ЗОХЭ мы переводим как выигрывает, здесь в прошедшем времени ИСРАИЛЬ ЗОХТА выиграла, тогда с предлогом БЕ, ИСРАЭЛЬ ЗОХТА БА МАКОМА ХАМИШИ. А если ЗОХЭ, в данном случае ЗОХТА в прошедшем времени, Израиль женского рода, что сделала? Можно перевести ЗОХТА как УДОСТОИЛОСЬ, тогда мы переведем с предлогом ЛЕ. То есть, может быть, как УДОСТОИЛОСЬ и может быть, как ЗАНЯЛА. По контексту мы понимаем, в зависимости от предлогов. Итак, Израиль получил 12 очков от зрителей. Это наивысший балл, который могут дать зрители. И дальше Бешведия в Свеции, Португаль, Оланд, Голландия или Нидерланды, Италия, Британия, Великобритания, Финлянд, Финляндия, Швайц, Швейцария, Германия, Царфат, это Франция, ВОД и так далее. Теперь я отмечу то, что не касается иврита. За счет зрительских симпатий Израиль или представительница Израиля Эйдан Голлан поднялась очень серьезно в списке. И заняла престижное пятое место благодаря зрительским симпатиям. И мы обратим внимание, что среди тех, кто проголосовали за Израиль, за Израильтянку, были в Швеции. То есть 12 баллов Швеция отдала больше всего. Максимальный балл отдала Израилю, несмотря на демонстрации, которые там проходят. И здесь я делаю вывод отсюда, что реально отношение населения Швеции к этим демонстрациям, антиизраильским погромам, которые там устраиваются и в других сейчас местах в Европе, антиизраильские митинги перерастают просто в погромы. И отношение местного населения реальное к этим выступлениям антиизраильским отрицательное. И мы это увидели в голосовании. То есть понятно, что и песня достойная, и возможно многие голосовали, потому что песня достойная. Но это было и протестное тоже такое голосование, чтобы показать, что население поддерживает Израиль и не поддерживает вот эти антиизраильские и исламистские выходки, которые сейчас проходят в Европе и на других континентах. Читаем дальше. Телем. Это населенный пункт, где базируется наша радиостанция. Катавтельну мини медавахат. Наша корреспондент мини сообщает, отчитывается. Я покажу, о ком идет речь. Корреспондент мини. Что на земном шаре была тяжелая магнитная буря. И слово сэара это буря, магнитит магнитная. Баарец лораину это зоор от сфонии. В Израиле мы не видели северное сияние. Зоор это сияние. Я на всякий случай отмечу, что северные в Европе, во многих странах, в том числе, например, в Украине, видели северное сияние. А в Израиле не удостоились мы. Лозахину, Лирот, не удостоились увидеть. А в Альшаману это Шир Хурикан Шель Эден Голан. Но мы услышали песню Ураган Эден Голан, которую исполнила Эден Голан. Я очень надеюсь, что это было интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литроуд. До свидания.